2 апреля в Урске начался ямочный ремонт дорог. Прошла уже целую неделю и мы решили выяснить, как обстоят сегодня дела на дороге. Первая улица, по которой мы решили проехать, стала улица Краматорская. Здесь еще ремонт дороги не производился, поэтому двигаясь по ней, нужно быть внимательным, чтобы не угодить в очередную яму. В районе остановки Станиславского выбоин достигает размера в полметра в ширину, и объехать их очень тяжело. На площади Гагарина ремонт только предстоит. Жертвами этих ям стали более 20 автовладельцев. С некоторыми нам удалось пообщаться. Ехал со светофора на строителей прямо по правой стороне, попал в яму, машину сразу повело вправо-влево, думал колесо, остановился, пробито снаружи. Вот вызвали дорожников, вставляем протокол, колесо восстановления не подлежит. Водителям, которые часто ездят по проспекту Ленина и Мира, повезло больше, так как на этих дорогах ямочный ремонт был сделан в первую очередь. Олег Ваулин большую часть времени проводит за рулем и не понаслышке знает, что из себя представляют Орские дороги, и где уже прошел их ремонт. Ни капельки не изменилось. На проспекте Мира еще что-то более-менее сделали, а больше в основном нигде. Ну, на Мира немножко чуть-чуть сравняли, что вот убрали от Мира до нефтяника, да, ну, сняли пол, это, как, фрезой прошли, еще чуть-чуть более-менее ездить, а в основном вообще ничего не изменилось. Погодные условия мешают. Так, ничего, изменений нету пока, вообще не вижу. Как ездили по ямам, так и ездили. Каждую неделю заезжаем в сервис, то подвеска, то еще что-нибудь у нас все ремонтируем. С начала ремонтных работ прошла неделя, и отремонтирована только небольшая часть городских дорог. Но мы надеемся, что уже в скором времени по Орским дорогам можно будет ездить, не опасаясь за то, чтобы машина не угодила в очередную яму.